Служились 4 года за Байкалем, в землянках служили, там домов-то не было. И в 1948 году я, конечно, случайно попал, я в штабе полка тогда уже работал, случайно попал на Дальний Восток. Там надо было, граница-то совсем была пустая, там же солдат-то всех забрали, один-два человека устали, может, части все, для охраны только. Вот. И попал на курсы киномехаников. Я им тоже там составлял списки, куда там командир-то пришел, да, говорит, ну, меня взяли где-то, писарем, говорит, там ребята знали, что я писарем работал. Сказали, да, потом взяли, составляли списки, где 10 человек, где 15, где 50 человек, такие списки составляют. А я спрашиваю, куда? А я, говорит, не знаю, мне сказали, вот столько тут, такие списки составляют. Я состоял, везде, вот, ну, графу остали, запасную. Вот. Пошел в штаб полка, он не говорит, это секрет, говорит, девушка. Я говорю, секрет, я там, штабист, чем мне секрет, я же списки составляю. Ну, а потом он сказал, вот там-то туда-то, на острова, такие-то острова, а 50 человек на киномеханика. Записал киномеханика и поехал. Выучился. Приехали это. Я не буду рассказывать это, как по морю доехали. И куда-то, когда ехали, это Владивосток до Сахалина, там шторм поднялся. И сразу вот так пароход доходит. Нас сразу выгнали эту середину, чтобы нейтрально, видите, чтобы она качала. А это вверх поднимет, ну, это пустит, и все так, на несколько метров. И три дня не ели. Не можем есть это. И с песен сложили, бывали дни веселые. По три дня не ел, не то, что было нечего, а просто не желал. Вот приехали, вот с Сахалин-то, все шатаем, не можем идти даже, это качало. Потом все же прошло, это все одновременно. Ехали туда же, когда на Чукотку, на Чукотку, потом я направление оттуда попал. Я и не стал разбирать, куда. Я говорю, а куда, дадите туда и поеду. Ну, киномехаником не работал, потому что части-то, где, это, куда меня направили, киномеханик есть. Но его прав нету. Прав нету, так остались правами. Я говорю, что толку-то права. Мы с ним кино, один раз, кино пошли показывать. Работали, вот, бишка. Там казарма, палатка, все жили. Вот. Мы в каком пароходе приехали, там лес привезли. И только выгрузили. Начали, в Сочи они строить казарму только. Быстро, до нового года, все уже дома будут построены все казармы. Все солдаты работали на этом. Вот. Кино мне покажут, пошли кино-то показывать. А вот усилие, это, вот, бишка так. Он оборот, пошел, оборот дал, понимаешь. Он так, а потом я-то сразу и посмотрел, усилищик сгорел. Он говорит, я посмотрел, а там жучок, пресохранитель. Я говорю, что ты делаешь так-то? Ты же себе делаешь, не мне. Ну, что меня хочет подводить? Я махнул жукой, ушел. Я говорю, работай, я работать не буду. А потом случайно тоже попал в штаб полка. И там начальник Аштаба работал. Ну, три года там он служил. Там тем хорошее было-то. Ну, как-то вот, оклад-то был 150 рублей у меня-то. А там четырехкрасных, 600 рублей платили. Неплохо в полном государстве. Ну, на заем подписывались 120 рублей. Ну, ежемесячно. Там, когда приехали, мы там первый год давали каждый день 42 грамма спирту. Когда первый день-то ночевали, мы приехали, так, коммунировали, как говорят, давно ли баня были-то? Мы говорили, 12 дней плыли, да там сколько-то, ну, дней 20, наверное, уже не были баня-то. Идите в баню, уверен, у нас баня туда. А баня-то в палатке, в середине бочка стоит, понимаешь, там топится. А по краям все холодно, по конца-то это. Низу снега-то нету, это камни. Там решетка поставили, по решеткам только ходили. И там я рассказываю иногда, да. Там летом можно кататься на лыжах. В ущельях снег не растраивает. Так и стоит. Зато для столовой это всегда хорошая была, всегда свежая вода, чистая вода, снежная. Весной снег пилили пилой, чистить нельзя лопатой. Метра три, наверное, такой набьет, потому что в ущелье все эти, помните, казарматы. Зимой, когда пургата, передний дом, который стоит, он открытый, а задницу туда крутит, все закрывает, выйти не могут. Утром поднимутся, а там лопаты и здесь лопаты. Сразу выроют, понимаешь, это проход. А в следующий раз, вечер с другой стороны, эти дома опять заливают. Так служили. Там травы нету, там камни одни, горы, каменные горы. А когда вы демобилизовались уже, получается? В 51-м году. В 44-м взяли, в 51-м году. Целый месяц шел до дома, ехал. Печор приехал, дал телеграмму, что еду домой. Вот, приехал же вечером. Вся деревня вышла. Ну, узнали. Телеграмма-то подала, да. Вот, вот, был этот, чуть не платишь. Семь лет все же не было, да. А наши, которые, наш год-то, которые вместе призывались, они в начале года пришли уже с армии, они уже женились. Я говорю, всех девок, понимаешь, взяли уже. Ну, я-то уехал. Я-то уехал в Геренмар. А там хорошо попал устроиться на работу в окружный финансовый отдел. Старшим инспектором, без образования. Ну, потом пришлось учиться заочно. Техникум кончил финансово-кредитный. Там восемь лет работал в финансовом органах. Так, потом вызывали в окружном партии, говорят, значит, там хватит тебе сидеть. А чего сидеть? Я штаты все регистрирую. Вот, я еще иногда рассказываю. Ну, и когда вопрос задают, такой-то рассказываю. Первый день пришел на работу, пришла одна девушка. Надо штаты регистрировать. Я даже, да, не знаю, ну, первый день пришел, да. Не знаю, где это, дела-то где-то найти. Я позвал работника, который работал временно-то. Я говорю, где найти вот такое-то? Ну, она мне нашла, посмотрел. Я говорю, я не могу ничего пока делать. Вы, я говорю, идите на работу, приходите завтра. Я посмотрю вначале, а потом уже зарегистрирую. Надо штаты регистрировать, все оклады проверить надо. Вот, и проверял, понимаете, да. Средняя идет, а одной работнице на 40 рублей меньше платят. Вот она потом, когда пришла, я говорю, знаете, вот предложите вашему начальнику, что надо увеличить, это как раз, она и работает на 40 рублей меньше. Она так, не знаю, как, почему-то не могли так сразу делать. Это год работает она уже. Вот, пришли, так начальник этого, главного бухгалтера снял оклад 40 рублей. Мой-то начальник потом говорит, слушай, как ты мог это сразу дать, 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 дать. Я говорю, мне же надо было среднее вывезти, я среднее вывел. А по отдельности так, где хватает, среднее выдерживает, а это на 40 рублей меньше. А потом на ней я и женился. Познакомился, да. 25 лет на Иринмаре работал. Да, здесь 18. Иринмаре работал.